Вопросы в нашей стране, кто виноват и что делать, вот они как раз и есть. А это, наверное, самое больное место. Вот это такая трофическая язва взаимоотношений. По-другому не могу. Трофическая, которая не заживающая язва. И у меня нет ответа, потому что если мы сейчас уйдем оттуда, то их перережут всех без разговоров. И поэтому я не понимаю, что делать. То, что себя безобразно ведет вся эта команда во главе с президентом, понимаете, этим украинским. Потому что если вы договорились, то надо договориться. Ну нельзя же. И вот они сидят, высунув язык, значит, постреливают тихаря по таким местам. Ну что это такое? Я не понимаю. Что они хотят добиться? Вы хотите, значит, берите танки, идите, занимайте тогда. Я не знаю. Ну я считал, что придет Порошенко, придет спокойно. Они сядут вместе. С этими придуманными странами, которые я тоже не понимаю, зачем. Скажите, у вас какие вопросы? Вот тот и тот и тот. Вы хотите это? Так дальше. Зачем вам отделяться? Сидите спокойно. Хотите автономию? Ну давайте введем. Глупость какая-то. Ну хорошо. Что мы имеем? Мы имеем то, что ее тайная какая-то закрытая война с одной стороны, с Украины. Это ужасно. Нет ответа. Сидеть, долбить, значит, по таким местам. Они же по городам не долбят, по центру, по краям долбят. Не дай бог будут. И это все видят обоисевшенники и так далее. И что делать? Я не знаю. Вообще какая-то глупость. Просто идиотизм. Если мы сегодня уйдем оттуда, даже вот это противостояние, завтра они войдут и вырежут просто всех. Потому что там и так уже такие, так сказать, нехорошие всякие взаимоотношения. Кому-нибудь скажут, что два года назад как могло вообще такое получиться, что у нас главным врагом станет Украина? Ну как? У меня дети все. У меня трое детей. Все украинцы. У меня нет ни одного, ни русского, ни еврея. У меня украинцы, все дети. И когда меня там вносят черные списки, я на них смотрю в ужас. Я говорю, вы совсем сумасшедшие. Я-то за мир. Я не хочу никакой войны. Я никуда не хочу. Я мечтаю, чтобы... Мне, честно говоря, все равно. Наш Крым, ваш Крым. Мне вот Крым и Крым. Хорошо, хорошо. Мне совершенно... Я не держусь за это. Я не знаю. Опять же, у меня нет ответа. Сейчас в этой конфликтной ситуации я уповал на то, что новый президент Украины первая сделает мир. Нет, а он наделает, видите, как. Потому что к ужасу. Война интересна всем. Люди гибнут, а остальные зарабатывают деньги. Каждый патрон стоит денег. Каждый танк стоит огромных денег. Каждый самолет и так далее. Или снаряд. Понимаете? Поэтому ужас есть в том, что еще и... Это степень огромных заработков людей. Вот. Поэтому что, какой выход? Не знаю. Нет у меня ответа абсолютно. Я сегодня сижу, как это... Вы такие вопросы задаете? А я не могу ответить. И не знаю, как. Но нет у меня ответа. Потому что тогда нужно... Вот он же, видите, он обещает. А они делают. Значит, хотели мир. Хотели, так сказать, ну хотя бы... А он стреляет все время. Ведь ракеты же летят с той стороны сюда. И бомбы. Или я не знаю, как они называют. Мины. А не со стороны этих республик. Право этой республики? Тоже не право. Что это такое? Каждый двор сейчас будет отделяться. Что это будет? Что это вообще-то за страна такая? Мы проголосовали малые, чтобы там написано в Конституции о запрещении проводить такие вот голосования. Вот и все. А ответа у меня опять нет. Мы как бы все устроили. Мы же теперь... И вроде не хотим. Но мы вынуждены их теперь охранять. И кормить. И помогать. И так далее. Вот вам безысходность ситуации. Я видел этих людей. Я не знаю, что делать. И так далее. И так далее. И так далее. Продолжение следует...